Привет ребзи, в своем прошлом ролике под игр фолл юнити я обмолвился, что скорее всего часть графических модов делали с помощью нейро сети. Что ж, если бы я не долбился в глаза так сильно, то прочитав описание мода узнал бы, что так оно на самом деле и есть. Сами авторы написали, данная модификация сделана при помощи Stable Diffusion AI. Хм, а могу ли я так же? спросил себя я. И что более важно, смогу ли я доступно объяснить людям, как сделать такой мод самому, чтобы каждый желающий смог попробовать? Говно вопрос, и раз ты смотришь этот ролик, значит я сделал подробную и главное краткую инструкцию. Прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить всех вас за то, что проявили такую активность в прошлый раз. Судя по статистике, благодаря тому, что вы поделились роликом, на канал пришло 38% просмотров с контакта, 7% с дискорда и даже были с ватсапа и прости господи вайбера. Не знаю, кто туда расшаривал ролик, но еще раз спасибо всем вам. Ну а мы погнали. Сперва нам понадобится как-то достать спрайты из игры, для этого мы используем программу Daggerfall Imaging 2, ссылка на все будет в описании. Во-первых, указываем правильный путь для выковыривания файлов из игры, как указано на скриншоте. Если в первый раз указали неверно или хотите переназначить, жмем в левый верхний угол на лампочку и указываем заново. Сейчас очень важный момент. В левой части экрана вы видите надпись текстуры и порядковые номера, в нашем случае 182 и внутри него содержатся некоторые персонажи. В свою очередь у этих персонажей также есть порядковые номера. Держите этот момент в голове, в будущем он нам пригодится. Смотрим на скриншот. Формат при извлечении PNG и галочку Transparency и прописываем путь сохранения. Ставим галочку, жмем экспорт и все, мы красавчики. Теперь у нас есть папка с кучей PNG картинок разных персонажей в нашем случае. Нам надо выбрать какую-то нейросеть, чтобы мы могли обработать изображение. Я выбрал Леонарда AI. Причин тому несколько. Во-первых, он не хуже Миджорни. И во-вторых, он бесплатный. Нам после регистрации насыпают 150 токенов в аккаунт, которые тратятся при генерации картинок. На следующий день снова начислят 150. И так по кругу. Нажимаем на AI Image Generation и вот оно, пространство для творчества. Добавляем спрайт нужного нам персонажа, переключившись на функцию Image to Image и прописываем условия обработки. Мои вы видите выше. И все. Нажимаем кнопку Generate. Получилась вот такая мадам. Два важных ползунка здесь. Guidance Scale, то насколько сильно нейронка будет следовать вашему описанию. И Init Strange, то как сильно нейронка будет пытаться повторить загруженную картинку. В целом, не бойтесь экспериментировать и у вас обязательно все получится. Допустим, нужный результат мы получили. Но есть проблема, скачать отсюда картинку можно только в JPG формате. Нам же нужен PNG. Плюс они скачиваются с фоновым изображением. В нашем случае с белым. Функция удаления фона есть в этой нейросети, но, как по мне, она работает через жопу. Поэтому что? Правильно, Photoshop. Загружаем, обрезаем фон, сохраняем в PNG формате. И мы красавчики. Как теперь закинуть этот спрайт в игру? Смотри внимательно. Вот путь до нужной папки, в которую ты будешь закидывать обработанные спрайты. И очень, я повторяюсь, очень важно, как они названы. Вспоминая в начале ролика, я говорил, что важно заполнить номер папки, из которой вы достали спрайт. Вот. 182 – это первая цифра в названии. Этот номер папки, который содержит данные текстуры. 1-0 – это порядковый номер спрайта персонажа. Еще раз, для самых одаренных. Номер папки, который излетли, с текстурами. Нижнее подчеркивание. Далее, просто порядковый номер спрайта, который вы обработали. Есть один нюанс. Спрайты некоторых персонажей повторяются. Поэтому, если он не изменил свое изображение в игре, после того, как вы его добавили, возможно, он просто тут записан под другим номером на самом деле. Посмотрите внимательно в программе, с помощью которой вы извлекаете из игры файлы. Где-то запрятался его дубликат. С теорией мы закончили, переходим к практике. Для ролика я решил выбрать вот эту таверну. В этих персонажей мы и перерисуем. Кроме девахи с флейтой. У нее есть анимации. Это слишком много попыток тратиться, чтобы ее отредактировать. Плюс я хочу, чтобы вы посмотрели, как она смотрится на фоне других. Теперь нам необходимо выбрать стиль. Аниме персонажа уже есть, вы их видели в прошлом ролике. Обычные тоже есть, вы их также видели в прошлом ролике. Так что давайте забабахаем что-то такое, чего нет на Нексусе, и такого мода вы просто не скачаете. И я решил забабахать зомби. Но только не обычных, а таких, чтобы у женских персонажей, скажем так, сохранялись необходимые части тела, и у вас задымилась шишка. Ну вот, получилось как-то так. Наслаждайтесь финальным результатом под музычку. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...